так ну что пытаемся взлететь на моторном планере как взлетает самозалетный планер видео запускаю двигатель впереди у меня препятствие виде еще одного планера который надеюсь что толкнуть чуть-чуть догадались толкнуть все запускаемся взлетаем зажигание будем сейчас доклад делать одновременно есть порядок норме газ а разгоняемся скорость постепенно растет будем разгоняться до конца асфальта вот скорость 70 80 в принципе можно оторваться но я лучше возьму чуть побольше скорости оп там все-таки бежим пошли вверх потихонечку хорошо хорошо убираем шасси Меньше немножко оборота, чтобы моторчик не перенапрягать. И делаем разворот в сторону склона, на котором мы будем набирать. Встречный трафик, видите, пятистрельчик, но он так ободреть летел. Встречный трафик, видите, это совершенно другая. Друзья, цель. Моторчик выключается, я включаю тормоз, останавливаю винт и подубираю двигатель. Сейчас он уберется на положение, две трети убран, и можно будет его охлаждать. Снимаю наушники. И начинаю работу в потоке, в динамическом потоке у горы, уже с выключенным двигателем, подубранным. Жду, пока двигатель остынет, водичка остынет, отстынет глушитель, чтобы можно было все убрать и не повредить при этом винт. Скорость 110, встречный трафик у нас, трафик сейчас вообще мощный. Ну, взлетели хорошо. Порточку можно закрыть, потише будет. Скорость 110, можно 120, в общем так. И бабочка у нас, заметьте, у нас пассажир на борту, третий член экипажа бабочка. Причем красивая какая-то, очень синенькая. Ты ее не видишь, она сзади у меня летает. Представляешь? Так, ну что, сразу можно порассказывать по работе у склона, что важно при работе у склона. Ну, во-первых, важнейший параметр при работе у склона это скорость. Потому что скорость это жизнь. То есть на отвороте от склона, вот в такой контигурации она может быть 110, 100, в общем-то не принципиально. Вот, важно, что она должна быть километров 110, 120 обязательно не меньше на довороте в склон. Вот в текущей перебродации я нос даже опускаю вниз, чтобы сближаться со склоном на повышенной скорости. Ну, как на повышенной? Больше, чем вот я, допустим, на этой части вдоль склона полета использую 110. Вот так склончику набираем. Чем меньше скорость, естественно, тем меньше снижение, но чем меньше скорость, тем меньше запас назначает какой-то турбулентности. При прилете в нисходящий поток планер теряет скорость и довольно существенно может потерять. Ну и просто ошибка пилота задрал нос там или еще что-нибудь. Поэтому этот запас скорости крайне важен. Динамик, конечно, дыхловатенький. Я смотрю просто по другим планерам, что тут творится. Творится так себе все. Мясорубочка такая небольшая. Ну, сейчас посмотрим, что мы с этим будем делать. Двигатель потихонечку остывает. Высота у нас 1300 уже. Динамик, конечно, дохленький. 33 км в час всего лишь ветер и довольно существенная составляющая боковая. Плюс пошла какая-то термичка, видимо. Сейчас я смотрю, народу за горой крутит. Вот, и что еще важно при работе у склона? Важно видеть склон. То есть это прельеф, наблюдать за ним. Естественно, осматривать в сторону разворота сектор, видеть другие планера. Доворачиваем на склон. И, естественно, когда мы идем над склоном, подходим к склону и идем над ним, мы должны быть все время видеть склон. Потому что, вы представляете, да, как на этот склон можно замечательным пузом надеться. Если я сейчас возьму правее, то уже, в общем, потеряю контроль за видимостью склона, потому что он у меня скрывается за фюзеляжем. Это, по меньшей мере, неприятно. С левой стороны планер проходит у нас встречный. Вот это чуть-чуть побольше скорости. Прижму здесь. И отсюда разворотик начинаю. Видите, как скорость скакнула. Со 120 на 100. Просто вот легкая воздушная ямка и привет. И если бы я летел 100, то так у склона, в общем-то, было бы совсем неприятненько. Вот опять, видите, скорость чуть упала. Здесь на днях. Сразу почувствуют, чувствуется, насколько мы просели. Вот. Эта часть склона работает чуть хуже. Ну, вот, входим вдоль склона и представляем, как что работает, что лучше, что хуже. Наблюдаем за нашими коллегами, которые тоже хотят тут выпадить. В общем, все крайне весело. Так, двигатель почти остыл. И все, один градус, и можно его вырубать. Сейчас он не создает практически. Вот, видите. Он подсказывает, что ребята, увидите меня, пожалуйста. Все. Ляш, вырубай тублер. Ну, вот у нас гладкая конфигурация. Все. Можно работать дальше уже без двигателя. Я переставляю закрылок в положение 4. Перехожу уже на скорость 120. Мы летаем уже с большим качеством немножко. И закрытым отсеком. Соответственно, скорка уже не будет доставаться, если я там вдруг буду немножечко на скорость 140 какие-нибудь переходить. И вот сейчас я попытаюсь как-то выпарить и пойти дальше по маршруту. Все, задача взлета закончена. И так взлетает самозлётный планер. Да, трафик такой жестенький. И злижу его, да. То в лес, то под рова. Ох, бедный момент. Сейчас мы что, если что, просто тупо мотор запустим и дунем на юг подальше. Но я думаю, что мы просто сейчас на шабр и так далее. Вчера с ним нашу повторим. Все, пока выключаюсь, буду набирать высоту. Так, ну что, глубоко уважаемые любители планерного спорта, мы продолжаем. У нас довольно сложный денёк. Слабый-слабый северный ветер. С огромным количеством трапика. Да, там ещё ниже. На нашем склоне. Ветер слабый. Мало того, он ещё и вдоль склона практически. Немцы побаиваются идти дальше на Сен-Жени. Может, они и правы. Но находиться в таком типе точке, в слабых потоках, с таким количеством народу, как-то стремновато. Поэтому я думаю, что я сделаю крайний проход. И попытаюсь уйти на юг, на гору Сен-Жени из расчёта, что ветер всё-таки по силе достаточно сильный, то есть 20 км в час. Это, в принципе, неплохо. Но в нашей долине здесь он практически под большим, под 45 градусов склона идёт. Да, вижу, вижу. Поэтому я делаю крайний проход. И после этого буду уходить на гору Сен-Жени. Вот, у нас здесь движается с нами ещё один сбор, который зачем-то крутит. Не понятно, зачем. Куда он вообще собирается лететь? Почему не хочет поворачивать? Вот видите, как это всё выглядит. Где-то стремноватенько, я бы так сказал. Прикрою такую. На хвосте висим. Ладно. И не хочу я больше. Они думают, что они сейчас в спирали наберут. Но вот давайте посмотрим. То есть, эту ошибку. Нету здесь нормального потока. Может быть там какие-нибудь... Даже вот сейчас мы 0,3 метра в секунду снижаемся. То есть, они попробовали закрутить. Ничего у них особо не получилось. Но вот оба сдались и пошли вдоль склона. Ну, каждый из них нервничает. Думает, что за ёбк сельмокский такой. Ладно. Я не хочу больше так делать. Ныряю под него. Достаточно энергично, чтобы точно с ним разминуться. Отгоняю. И ухожу в подклону. Буду пытаться перейти на следующую горку на Сан-Жени. Еще один планер со мной сбоку. Но я с ним не пересекаюсь. Так. И я вот прошел максимально пониже по склону. В расчете на то, что почти чуть-чуть меня придержат. И придержало здесь. Там динамик чуть сильнее. Может быть. А может быть нет. Может быть, отмитый силой. И сейчас вот впереди гора Сан-Жени. Я рассчитываю, что там будет получше. Сейчас я сброшу скорость, как только выйдет, минусов до 150. Ну, вот вроде как поменьше стало лить. Сбрасываю скорость до 150. И плыву в склону Сан-Жени, который называется. Я надеюсь, что здесь будет получше. Потому что то, что знание, это стресс и угар. Вот, а основная цель дойти до горы Сабар, она сейчас вправо от нас на 30 градусов. Да, что ты помнишь про кнопку двигателя? Из-за стоп. Потому что сейчас есть шанс, что нам проще будет перетрахтить на Сабар, нежели тут мучиться с нашими коллегами. Но я рассчитываю, что может быть вот эта горка, если она не в сильном затенении, работает мне столько лучше. Вот иду на склон, и вот сейчас готовлюсь к повороту. И делаю поворот одновременно сброс скорости. Ну так, пока 150, потому что мне у такого скальника страшновато сразу. Ну вот, вроде как получше. Хорошо, подъем есть. Сейчас буду выходить на 120 скорость. Все, я вижу, что не трясет, что подъем достаточно уверенный, что все хорошо. Вот я вышел на 120, делаю, проходит. Набираю, смотрю, 1300. Мне нужно, чтобы до Шабра дойти, безболезненно, хотя бы полтора, 1500. Ну мне надо добрать 200 метров здесь. Не уверен, я что здесь уберу 200 метров, но посмотрим. В конечном случае пойдем чуть ниже, без напаса. Ну вот, разворотик у склона. Вближение со склоном. На сближении со склоном, естественно, скорость за пасеком, чтоб не накосячить. Мало ли тут еще все-таки довольно низко, близко к ответскому скальнику. Это так бодрит, я бы так сказал. Ветер. И здесь косой, это теперь по-другому косой. Там избыток запада, здесь избыток с северного компонента. Ну ничего, склон работает. А? Склон работает хорошо. Бабочка к тебе даже прилетела. Ну вот наш пассажир бабочка сегодня прилетел к Даше. Вот здесь я немножечко так вот подвизываю склончик, чтобы после разворота не выйти из зоны динамика. То есть я сейчас чуть за склон залез. Вот разворачиваюсь, видите, разворачиваюсь прямо в восходящем потоке. Довольно удачно. Так, смотрю на высоту 1400. Ну вот уже с этой высоты я могу двигаться на Шабра, если сто. Оставив наших немецких друзей друг-дружку утюжить в динамике. О, к нам пошли. О, корсуны, о, демоны. Ну вот посмотрели на сторожилов. Так, ну, дальше туда ходить не буду. Смотрим. Да, вон наш коллега прилетел. Довольный, как слон, наверное, тоже сбежал от этого мясорубки. Так, 1450. Ну вот мне надо еще 50 метров. Я думаю, что вот за этот пароход я их и наберу. Чуть-чуть-чуть-чуть, может быть. Как говорится, всегда хочется большего. Но сейчас я не уверен, что просто доверем мы больше. Я сейчас сделаю разворотик. Динамик здесь совсем ослаб. Вот, видите, на разворот 1400. Ну вот практически полтора, то есть чуть-чуть, буквально, может быть, нам не хватает. И не хочу здесь все связываться опять в гонке с другим планером. Мне кажется, что можно лететь. Плюс я все-таки ролик снимаю. Не хочу, чтобы вы смотрели что-то непонятное и долгое. Ну и вот я сейчас откажу от склона и отхожу с разгоном. Тут слегка плюсик. Отхожу, видите, впереди такой вулканчик торчит. Это склон посреди долинки. Нам сейчас выгодно не сразу идти на Шабр, что удивительно, а пройти немножечко центр долины, где нам гарантированно больше не встретятся очень мощные исходящие потоки, которые могут быть вратарах от горы, которая осталась у нас сзади. И вот сейчас вот этот вулканчик через него, кстати, проходит канал прямо. А я сейчас буду делать поворот в сторону горы в Сабр. Начинаю такой плавную дугу, чуть скорость я уменьшил. От склона отошли. Там могли быть мощные исходящие такие зоны, и поэтому я держал скорость повыше. Сейчас вот здесь вроде как не должно быть ничего такого особого страшного. Плюс мы идем по ветру, поэтому той же скоростью 150 в общем-то достаточно. Так бы я, может быть, и быстрее летел бы, но избытка высоты у меня нет. Поэтому идем аккуратненько. И задача дойти сейчас до горы Шабр. На горе Шабр можно будет набрать, ну, мы в динамике точно наберем 21 км в час, сейчас дует нам ровно в попу. Этого, да, остаточное, чтобы выпадить на Шабре. И вот над Шабром уже, возможно, где-нибудь найдем терник, уже немножечко другая воздушная масса, более веселая. И дойдем до линии конвергенции, которая находится впереди. Там наш северный ветер встречается с бризом, который дует с моря. И там погода совершенно другая. Еще лучше погода я вам сейчас камеру туда направлю, ведь камера сейчас у меня стационарная. Собственно, наш основной план потом прыгнуть вот туда, прямо по курсу, это за городом Сестерон места, и по паркуру погонять. Там уже и облака, и грозы, обещают чуть попозже, но все будет хорошо. А пока вот я иду на Осип, прямо по курсу. Вот, рассчитываю прийти на эту Осип, видите, я там по дороге даже придержала, на высоте где 1200 метров. Это достаточно, потому что минимальная высота, сейчас я увеличил даже скорость, потому что мне хватает высоты с избытком, и я просто не хочу затягивать ролик. Скорость, конечно, она следует выбирать исходя из двух параметров. Первое, это ну, точнее, даже из одного. Что-то ожидаешь впереди, третьих. Я ожидаю встретить поток, поэтому лечу быстро. Чем сильнее ожидаешь встретить поток, тем быстрее можно лететь. Вот, естественно, летишь так, чтобы на высокой скорости не растратить всю высоту, качество планеров существенно падает на высокой скорости, и не прийти слишком низко. Сейчас было бы глупостью вкопить 250, и прийти ниже 1100 метров, там где уже динамик не работает. Ну, вот сейчас как раз я еще хочу красиво вам снять, так что я тут прихожу под столу, такой весь трабрый пилот, такой весь огонь, и так далее. Вот, летим мы на начало осыпи, чуть ли не ее, чтобы на развороте выйти вот как раз на эффектный, эффективно работающий участок склона. Вот, подхожу к склону, я не боюсь этого склона, много раз рассчитываю расстояние, и вот сейчас я, оп, смотрите, на гуге выхожу параллельно к склону. Ну, смотрите, у меня сейчас избыток скорости, как красиво я выскочу выше склона. 150, здесь делаю проходик на 150, чтобы и вам было красиво, и мне не страшно. Ну, смотрим, работает, прекрасно работает, сейчас, как только скорость брошу ниже 120, пойдем веселее. Вот, такой радующий душу проход, вдоль склона один, и еще один сейчас сделаю. То есть, я сейчас намеренно немножечко избыточную скорость держу для красоты съемки. Сейчас сбрасываю на 120, вот, вы видите, здесь место прям с таким жирным потоком, сейчас мы вернемся, я сделаю еще один проход у склона, тоже такой красивый, и потом вернемся, будем уже здесь набирать. Ну, вот, смотрите, вам еще шабра кусочек. Сейчас уже скорость будет 180, потому что я подзаправился энергией, 200. Вот так можно летать у склона. А, красиво? Ну, вот, больше уже разгоняться не хочется. ну и смотрите, я сейчас потяну ручку на себя, вы увидите, ой, там какие-то люди бегают. Насколько мы выше склона сейчас оказываемся. О, плюс еще какой поток мощный. Разворачиваемся мордочкой вниз, и будем сейчас пикировать. А, это дельтапланилисты. Эх, красота! Будет летать скоро. Так, ну что, порубим петлю с дельтапланилистом? Или ладно? Петлю с дельтапланилистом будем крутить? Да. А? Давай. Давай? Давай тогда отойдем чуть-чуть от склона. Ну вот, чем мы еще можем развлекаться на маску и смотреть и, уважаемые любители планированного спорта, когда совсем скучно тебя? От склона. А, вижу. Мы можем песенку скрутить, например, смотрите, раз, отходим, подальше от склона, чтобы не зацепить ничего. Сейчас чуть поменьше скорости. Пошла петля. И раз. Как там бабочка себя чувствует? Я, наверное, стучнула. Да? Просто зачем я это делаю? Потому что дельтапланилисты очень любят, когда к ним на шабар прилетают паркланилисты и планилисты и кто-нибудь такое делают. вот я им стручил петло. Мы возвращаемся сейчас на склон, сейчас делаем проход на дельтспене. И сейчас идем туда, где планер встал в набор. Собственно, мы там этот набор уже, мы там поток этот нашли, как в предыдущем проходе. Вот сейчас туда прилетим, встанем в набор, а планер там почему-то не остался. Вот глупый. Оп! Сбрасываем скорость, я переставляю закрылок, я помню, что где-то вот здесь было очень вкусненько. Вчера есть? Да, слушай, там вчера было и сегодня. Ну, потом туда сходим. Ладно, занимаемся обучением, даже забираю ручку, я тебе сейчас планер оттримирую, все, оттримировал. Походи вдоль склона, пощупай, найдем этот поток и встанем в набор. А я пока выключаю первую часть нашего видео. Друзья, выключаюсь, потом наберем, пойдем дальше, я включу снова. Так, глубоко уважаемые любители планерного спорта, опять здравствуйте. Вот наш пассажир, бабочка красивая. Надо ее сфотографировать. Даш, бери ручку. А то я сфотографирую бабочку. Черт, улетела. и бабочку, но вернись в семью. добираем на самом деле оп. О, вот она красотка. На, тебе на, лапу. Оп. Видите, чем можно заниматься на маршрутном полете охотиться за бабочками. И так, жалко, успел сделать фотографию или нет. Я смотрю. Зараза, не успел. Вот кадр, кадр получился позже, чем нужно. Бабочка. Ну, ладно, вернемся к нашему полету. Мы над Шабром набрали уже 9200. Потоп, в общем-то, хороший. Брай, сброй скорость до 110, постарайся. Ну, это мы прямо по курсу будет курс выхода. Сейчас. Видишь? Батья, блокад. Сейчас мы здесь наберем максимум. И пойдем дальше. Мы дошли до нормальной воздушной массы уже, где потоки работают. То есть у нас в долине сейчас, в нашей долине, вот сейчас я скажу, когда показывают туда нос планера. Вот сейчас нос планера показывает то место, откуда мы прилетели. Там воздух переваливает через плата, которая там в сторону Гринобля и образуется там инверсия неприятнейшая. Частное явление после Мистрали называется Генев-Каннистраль очень редкая Гэ. Поэтому немцы пытаются набрать у нас в долине, пытались, самые умные пошли за нами и уже на маршруте. А те, кто поглупее, наверное, там и рубятся до сих пор. И там погода еще долго не будет. То есть здесь весь фокус в том, чтобы такую погоду использовать и ветер спокойно сдуваться на шабр, пользуется его динамиком и уже на шабре, вот на этой части шабра, которая дальше на запад, используем мартаров и скриптов, которые от шабра на север, находить вот такой поточек, больше трен, больше трен, немножечко сейчас убить дешево. Вот, и дальше набирать вот так не так как выбирайте сдашь. Виде, что я тут так не мешаю ей в данном случае. Это не так. надо помогать? Чуть-чуть спокойнее, спокойнее, немножечко разволновалась, судя по ручке. Вот, все у тебя хорошо, просто спокойно в этом потоке, поддерживай скорость 110, не уменьшай крен, оставляй такой же, как был. Вот, отлично это все. 2,5 метра сейчас больше будет. Они практически выбрались уже тромку почти, там осталось метров коричневые не только. Осталось метров что набрать и будет нам более чем достаточно. Вот, как хорошо. чуть-чуть потянешь, когда скажу. Убирай крен по прямой немножечко. вот сейчас раз и закручивай снова. Энергичней, оп, отлично. Ручку чуть-чуть вот, хорошо, отлично, отлично. Не уменьшай крен. Вот, ручку наружу зря дала. Вот, давай, я сейчас зажму ручку, но дам тебе ничего делать. Видишь, ничего с планером не происходит, он как летел, так и летит. А ты хочешь какие-то движения делать, да? А ты видишь, что не нужно. Сейчас, может быть, мы неэффективно набираем, но я просто покажу, что планер не требует сейчас управления. Сейчас вообще просто отпусти ручку совсем. И я отпустил. Посмотрим, что будет делать планер. Видишь, он сам летит. Прекрасно. Вот. Ты не держишься, руки подними вверх. Вот, чтобы все глубоколожаемые любители планерного спорта видели, что планер прекрасно сам набирает. Видите? Ну, сейчас он начал плен увеличивать немножко. Сейчас будет разгоняться, но опять же ничего не происходит. Вот. Вот эти вещи уже можно чуть подкорректировать буквально одним движением. Раз. И можно снова ручку отпустить, и планер дальше продолжает летать. То есть, вмешательность много не нужно. Так, ладно, нам высоты достаточно. Я предлагаю не искать этот поток больше, а разгоняться. и пробовать идти дальше. Прямо по курсу нарос облака линия конвергенции, мы думаем, что для нее быстро доскочим и встанем там в набор. Забираю управление. Вперед. Мы идем сейчас на переходе на скорость 180. Бабочка с нами продолжает летать. Мы идем в горе Люр прямо по курсу она вот следующая. А за ней уже равнинная часть начинается. Там дальше аэродром Венон километров примерно 50 от нас сейчас. Вот над нами сейчас облако. Камера его, конечно, не показывает. Но сейчас я вам покажу. Взял ручку. Вот облако, на которое я рассчитываю может быть в нем взять высоту и оно растет. И я сейчас сохраняю режим полета, который есть. В данном случае там 180 метров в час. И я сейчас жахту закручу. Но в принципе дальше у нас вон смотрите, здесь нет еще облака и ничего не хуже. А может быть даже и лучше. Вот. Коллега, который с нами набирал мы его даже обогнали каким-то образом. Видимо у нас потом был сильнее. И сейчас задача выйти под облако и в нем закрутить. Вот. Идем. Вот смотрите, на ручку. Видите, у меня даже от вот этого хвата тремя пальцами протерлась здесь резина. Вот как. Ну, двумя-тремя, то есть вот так я примерно. не так иногда управляю, но вот сейчас все вот так. Так, и мы в итоге подходим к облаку, вечер-вечер. Оп. Наш коллега скорость сбросил. Не знаю, я не вижу, там еще потока. Мы будем терпеть. Еще не сбрасывайте. Вон, вот она запула. Начинаю мешать скорости. В принципе, так как хорошо, все я прям так и закручиваю. Оп. Переставляю закручку в стиле. Смотрим, где там коллега, потому что коллега с нами закрутил, но чуть-чуть получается восточнее. Ну, сейчас посмотрим, у кого будет лучше. Ну, в принципе, лучше будет, наверное, на одну спираль перестроиться, чтобы друг друга видеть. Ну, не знаю, я бы протянул на юг чуть-чуть. Сейчас попробуем. Так. Танкинку очень иногда удобно помогающую. Мало того, мы коллегу видим сейчас. Да, надо было надеять протянуть. Ну, в другой стране, она сейчас затопнет, или? Так что... А? Ну, давай, все приемлемо. Ну, Вот, у нас стритки с передней кабины. Пока я тут гоняю всех с коллегой хорошо набирает, на самом деле, надо идти на крыль, открыть и глаз, делая просьб, полюбая просьб. Не, не планирую, там все, отстегнуется. Так, а что ты говоришь, отстегнуться? Отстегнуть все, без проблем. Я третье, не планирую делать. Вот, мы сейчас набираем высоту, наш план дальше. Вот, прямо по курсу гора Люр. Вот, на ней следующий набор, и оттуда пойдем уже чисто на восток, на Платово-Ленсоле, на озеро, которое образуется, когда речечка вытекает из Бердонского ущелья и так далее. А сейчас просто спокойненький набор, 20,5 метров, он третий планирует к нам прилетел, встал, визу, встал. Очень все красиво и хорошо. Вот, видите, даже в планере можно раздеваться к желанию. У меня однажды вылетала ученица, которая настолько замерзла, что она брала с собой носки теплые, притеплые, но при этом забыла, что чтобы одеть их не нужно как-то, в общем-то, дотянуться до ног, а перед выходом это крайне сложно. И она все-таки взвернулась и удлилась снять ботинки, надеть, значит, эти теплые носки, снова одеть ботинки, но это надо быть акробатом, на самом деле, чтобы такое исполнить. Ну, вот, под эти байки мы плавно добрали практически кромку, коллега наш на культом классе, по-моему, улетел. Не, чуть сзади нас. На самом деле, у нас набор уже такой, полтора метра, я не вижу смысла продолжать в таком слабеньком потоке набирать, можем пойти дальше. Дальше у нас такая небольшая греба идет из облачности. Мы таким кухней пойдем. Я думаю, когда мы дойдем до края облака, мы там доберем кромочку. Ой, не доберем вот этот недобор небольшой и не сильно вам важен. Так. Ну, можно не разгоняться, пока есть ключики, да. 50 оставлю. Так, и вот гора Люр перед нами. Собственно, прямо по курсу вот этой аэродрома Венон. Далеко-далеко он сейчас не виден. Ну, не прямо, чуть-чуть левее на 1 часок. Ну, вот сейчас дельфинчик такого сделаем. Подлость, когда делаешь дельфинчиков, в том, что попасть не в фазу, то есть сделать скорость 120 и получить там нули или минуса еще чуть хуже. И нужно обязательно разогнаться до того, как поток закончился. Ну, ты просто не спеши, все. Я не спешила, но... Спокойно, спокойно. Ну, я не война, я не могу. Ну, ты просто возьми, отстегни, все. И спокойненько левую, нижнюю. И так под углом подставляй, и так подставляй. Получилось? Да. Ну, и главное, не нервничать. Самое неприятное, когда человек начинает нервничать. А хуже всего это у дайверов. Когда они начинают нервничать под водой, терять загубник какой-нибудь или еще что-нибудь. Так, ты скажешь, когда готово там будет? Мы сейчас двигаемся, вот мы уже до Люра долетели. Вот сейчас облаков перед нами. Сейчас, если подним бафнуть, сделаем дельфина. Если нет, то, наверное, я поверну влево на 45 градусов. Потому что дальше таким курсом мне лететь в общем-то не нужно. Вот. На статистике меньше я сбавлять не буду. Не уверен, я все здесь будет. Какой-то очень сильный поток. Вот. долетели. Люр. Все. Поворот. Впереди облака, но я не хочу подъехать. Смысла нет большого. Мы лучше вот так вот пойдем. Тем более, что это как раз выглядит на ту точку, куда я сочусь, на платово-лимсоне мы прилетим. Все, забирай ручку. 180 скорость вперед. Мы продолжаем наш полет. Вот подходим к достаточно массивному, хорошему, красивому облаку. Где-то под ним должен быть поток. Пока его нет, даже держит скорость 180 метров в час и даже не думает сбавлять. Вот если сейчас в ближайшие 10 секунд потока не будет, то мы, может быть, пойдем направо под 90 градусов. Ход конем, как говорит мой друг Матуза. Поехали. Ход конем вправо 90, энергично. Не так, вот так. стоит. Ну, понятно. Вот, просто нам надо здесь сейчас набрать, чтобы прыгнуть на плату в инсоли. Оп, видите, совсем рядом был поток. Я просто не угадал с его позицией. Сейчас на 120 переходим. И дойдем, да, держит на 120. Я закрываю переставлю. Если будет посильнее, будем крутить. Если нет, просто дойдем на солнечной стороны, на ветреной в данном случае, потому что сейчас вы увидите, что мы летим влево на 5 градусов. Мы летим курсом почти на юг, по прямой. А взлетали, у нас был северный ветер, мы набирали в северных динамиках. Это классическая линия конвергенции. Сейчас если поток сейчас вылетит скорость ну уже ладно. Просто между полюсами надо было на 150 лететь. Длинная мощная линия конвергенции очень красивая. Это классическая ситуация здесь при геймер поместалье. Закручиваем вправо, наберем до кромочки. Не забывайте вставлять. Вот видите вы прекрасно эту линию конвергенции сейчас. Вот курс сейчас домой видите там ничего нету. Вот здесь длинная облачная такая линия но мы ее в предыдущем наборе в ее видео должны были видеть как она выглядела вот мы до нее просто долетели и вот сейчас нос на планер на юг смотрится и там где за аэродром венон уже метров 30 наверное вот и вот так добираем кромочку еще виточек и наверное будем валить курсом на восток юго-восток точнее план пойти на плата валенсоли сейчас я при этом осматриваю зону восточнее нас северо-восточнее сейчас знаешь как давай вправо на 30 градусов вправо пойдем все-таки на юго-восток еще 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 так да сейчас по 20 лети пока приготовься по моей команды нос опустишь ждем 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 опускаем нос опускаем начинаем разгоняться еще энергичнее вниз нос энергичнее вот так вот 180 и чуть-чуть левее на все облако опа ай молодца все 180 метров в час держи дойдем до него подним будем делить ну вот собственно мы вышли из набора над люром дальше у нас прямо по курсу цепочка облаков которая приведет нас на плата валенсоли и после плата у меня план до озера дойти большого красивого которая отекает река из жердонского красивого ущелья и назад мы по паркуру вернемся вроде как там кипит все будущими дрозами но все равно линия дроз будет давать шанс пройти западнее все это вы увидите сейчас отключаюсь потому что дальше будет скучно дальше даже будет делать динфин возможно хорошо возможно плохо приготовься если пыхнет вот сейчас можно чуть медленнее чуть медленнее вот хорошо на 130 замри сейчас плавненько начиная разгон 150 и влевее подворачивая облако слева оставляем иначе каждое облако надо сожрать каждое самое вкусное вот видите мы сейчас под оболоками прыг-прыг мы по спирали больше набирать не будем дуем на вердонское ущелье с озером вместе включу с рабочим дарья замечательно сделала дельфина жалко не попали кадры когда она брала пятиметровые такие дельфини вкусности вот речечка которая течет и вот на горизонте я не знаю видно вам сейчас или нет камеру вот там круглое озеро атомная электростанция аэродром Венон вот а сейчас по дуге перед носом идет плата валенсоли знаменитая и собственно на горизонте видно озеро которое нам нужно нет это солнечные панели лаванда где-то впереди мы хотели лететь левее но собственно вот куда я сначала выбрал курс вот сюда но мне не нравится поэтому я наверное выберу ближайшее облако курсом на юго-восток ну и плюс это место примечательно тем что я как-то сюда первый раз приехал в жизни с планером с прицепом у меня был мне сказали что не дадут летать планер на чемпионате России что я слишком молод когда я очень прошел два базовых курса и вылетел на янтаре не понял что янтарь я получу только к августу на таком или там в будни иногда я расстроился поехал и купил себе планер и в марте месяце я еще до начала полета в Орле ездил сюда летать в Альпы и получил здесь массу положительных эмоций и опыта с тех пор у меня и началась любовь с Альпами но интересно что что подвый навигатор сейчас я вам покажу и впереди такой серпантин он привел меня низом этого оврага и предложил забираться вверх серпантин добрые французы я застрял на первом же повороте добрые французы бросились меня спасать и предупредили что я так не заеду и показали мне правильную дорогу и опять же вот вверх этого поселка опять нос я опускаю чтобы вам было видно есть поле длинное на это поле я как-то приземлялся на планере не смог выпарить принял решение зайти на посадку и приземлился причем приземлился в трехстах метрах от дома где мы жили я выпарковал планер пошел домой посидел подождал пока друзья приехали привезли прицеп просто не такое вот место знаковое вот подходим мы потом в руках с которым возможно будет какой-нибудь поток сейчас посмотрим если будет поток то как раз я вам покажу панораму вместо смеси поток естественно какой-то есть вопрос насколько он сильный если он не будет сильный то он мне и не нужен потому что я дальше где-нибудь наберу такой какой бы ни берем разгоняемся и идем дальше вот вам этот брюнет этот как он выглядит и вот слева поле как раз на котором планировалось сделать аэродром Дмитрий Боровик его делал и к сожалению задумка была совершенно гениальная очень красивая но местные власти сказали что тут какие-то растащетки дятл выводятся или еще какая-то пурга не дали не дали сделать аэродром но я с этого аэродромчика сделал один взгляд совершить жизни и одну посадку на это поле так что вот такой вот петлю сделаем над этим местом чтобы вы все хорошенько разглядели сделаем петлю готово закрылась на тройку поехали такая петля для осмотра местности смотрите вот овраг вот поле вот бремель бассейн который мы купались вот это вот преимущество камеры что должно быть красиво потому что обычно у меня дрожит рука и летает мой фотоаппарат на который я раньше видео снимал а вот сейчас GoPro лапочка моя которая у меня висит она как раз очень сильно помогает мы подходим здесь недалеко есть аэродром Кью Масон который опять же позволяет нам сейчас летать как нам нравится чтобы не заботиться о высоте высота сейчас кстати 2 в принципе хорошо бы было набрать впереди группа из 3 облаков я думаю что мы здесь не берем и пойдем как раз смотреть озеро а озеро у вас сейчас чуть правее носа плагера видите большое красивое вообще здесь местность красивая довольно быстро мы получается на юг витали сам город юмасон у нас где же он а вот он в кадре вот город юмасон и за ним аэродром юмасон сейчас аэродром может быть вы увидите я на день тоже носом вам подбиваю аэродром поищу так это облако работает или нет не понятно не работает во всех облака вот эти мне все не нравится вот эта вся группа чувствуется что скорее работает самое западное но в любом случае нам туда уже надо бы заглянуть потому что дальше идти по озеру не заправившись не совсем хорошо так я вижу что и здесь и ветер то собственно опять ветер есть если там ветра не было то сейчас он есть ну да противметра сейчас в солнечную на ветреную сторону облака придем и мы берем так а что там да это вышки какие-то антенны да хорошо бы здесь уже набрать и если мы здесь под этим облаком не берем то следующий облако я уже не буду трогать я уже повернул к горам в рассчитывании на то что там будет что-то приличное ну что у нас тут что у нас дает уже в любом случае стоит взять попробуем так ну вот вам панорамка местности плата валенсоля как она выглядит да забирай ручку теперь ты будешь летать а почему я тебя все летаю вот и я поотдыхаю хоть отдышусь и воды попью а то только триндить языком это крайне сложно вот а Дарья за это время наберет высоту и мы в следующий кусочек ролика гостим мы продолжаем мы продолжаем наш полет посмотрите как красиво Дарья набирает высоту прям спиралька к спиральке вот на компьютере видна компьютер я ей запрещаю включать только мне можно смотреть как же студентка крутит подсказывает и подсказывает ей куда протянуть думать я чувствую куда протянуть нет мне конечно компьютер подсказывает сейчас видите ошибка немножечко распримеров далее спираль сейчас протяну чуть-чуть оп бери крен постовременно и крути дальше видно вот ошибочку на компьютере чуть-чуть вот в этом месте крен уменьшился и дальше сразу раз и расцентровалась она крайний виток и дальше будет курс выхода вот такой как сейчас крайний виток делай ну тем более что и подъем уже не подъем 2.8 нормальный очень хороший переход на 180 будет больше крен больше крен сейчас зачем ты ручку сунула против крена так сильно вот как раз ты за счет этого крен да по крену ручку по крену вот продолжай продолжай я понял что у тебя горизонт начинает теряться ручку по крену правый педаль чуть-чуть вот все не дергайся больше ничего не делай все замри не трогай ручку вообще вот сейчас хорошо ручку влево левую ногу ручку от себя разгон энергично от себя еще больше вот 108 помчались дальше так ну что вот вы глубоко уважаемые любители пламенного спорта наблюдаются переднее озеро красивая красивая ну что пойдем на север чисто я смотрю что погода начинает немножечко продолжает зреть то есть скорее всего скоро пойдут дожди облака активно развивается но какое-то время дожди есть если вы будете провал сетом категорически советую посетить городок который называется мусе сан мари сейчас я вам на него нос направлю вот он сейчас видите по левому борту городочек этот прекрасен тем что там есть шикарный водопад который образует речка вытекающая из скалы подземная речка там ничего с гор не капает вот просто из скалы фигачит поток ну такой наверное кубометр наверное в секунду точную такая реально рекище и вот этот кубометр в секунду вылетает из скалы течет мимо куча уютнейших кафешек и ровно в центре города водопадом а? где бараплан? 11 далеко удаление? да а выше ниже? да дайте я от него отверну отверг достаточно далеко достаточно далеко это хорошо сейчас мы параплан глубоко уважаемый любитель пламенного спорта посмотрим с этой камеры что-то я до сих пор его не вижу ну на уровне где-то прорезает а ой слушай нифига что у тебя зрение вот это круто вообще вот это ты слушай я его сейчас я его увидел для меня сейчас это точка ну смотри сейчас мы рядышком с парапланистом пройдем чуть выше него чтобы не пугать у нас сейчас сбыток скорости поэтому догоним и немножечко обгоним и мы почти долетели до Кремьона к сожалению он у вас под фиделяжем вы его не видите ну и у вас и у нас мы сейчас я сейчас какой-нибудь маневр придумаю чтобы вам вот эти камеры фронтальные которые сейчас все снимают все показать а вот параплан сейчас чуть-чуть меньше скорость чтобы оказаться выше него вот он неизвестно даже каким курсом он идет к нам по рекламу с нами по курсу или не с нами вот он да катают наверное те кто каньон осматривает да на пуне озеро давай-ка мы нырнем под него сейчас так ну что отходим от параплана нашего и я попробую сейчас осмотреть местность чтобы какой-нибудь такой второй параплан не найти фиделяжем сделаю вам петельку чтобы вы могли каньончиком полюбоваться даже может фотографировать так каньончик без петельок я буду видео снимать видео снимать ну давай так высота планирование видно парапланов тоже не видно ну закрылась на троечку поехали небольшой сбиток скорости помчались сейчас дожимаю ручку полностью в упор проворачиваемся и кируем вот как каньон выглядит проверяю скорость добавляю и следующий петелька дожимаю хорошо ну вот вот смогли глубоковажаемые любители плайнерного спорта полюбоваться каньоном вот и вот под нами еще один парапланчик летает но значительно ниже еще один летает я думаю что нам пора отсюда валить в сторону облаков набирать высоту то что у нас ну не только что мало 1900 но в принципе надо же дальше лететь задача выполнена каньон вы вам показали я сейчас вот это облако выбираю для потенциального набора попробую под ним набрать если не получится то пойду дальше на гонку мусец нет нет так же но сэр до мундеги по-моему называется в общем она на аэродром пимасон базовая для набора сейчас смотрим под этим облаком облака жирная красивая если тут поток сейчас проверим так ну что здесь а вон планер стоит в наборе слева видишь вот смотрите вот я планер покажу и я сейчас выплесну энергию видишь в чем же набирается а вот оп сброс скорости переставляем закрылочек и даже забирай не готова ну хорошо готовься как будешь готова скажи тебя укачивает это видео которое ты смотришь как мы летали как получилось как у тебя хорошо должно было получиться как может может плохо получиться и сейчас кстати давай я ладно дветочек сделаю сейчас протяну как раз сейчас я вам подскажу где это городочек если вы здесь будете посмотреть городочек поесть вкусной еды собственно сам каньон я категорически рекомендую вам друзья потому что каньон очень очень красиво по нему можно погулять просто праздник вот а мы с Тесан-Мари сейчас 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 вот я раз продолжаю плане где-то в другом месте таком-то утик зачем-то вот он сейчас кадр у вас с Тесан-Мари уютно в лорсинке устроился у нас сдали упражнение которое называется полет на малой скорость и с возможным уходом в какой-нибудь алястопор вот и смотрите как сляйкера с Т32Ми себя прекрасно ведет на малой скорости я сейчас выхожу из облачности чтобы ни с кому не встретиться вот я предварительно смотрел зону внизу там ни парапланов ни планиров ничего нет сбоку никого нету ну разве что сзади если кто подкрадется но уменьшаем скорость и вот смотрите планер летит 100 км в час без проблем 90 без проблем вот я сейчас дожимаю ручку ручка сейчас вот упор становится он планер при этом летит пытается нос опустить я ему не даю вот он даже снижение увеличивается видите он начинает парашютировать качается ругается говорит ну йооксель моксель я ручкой при этом компенсирую крем чтобы не он у меня не накренился куда-то но видите не валится вот не валится и все но достаточно дать ногу сейчас резко раз и он завращался я ручку в нейтраль и плавно ручку на себя потому что ручку дать сильно будет перегрузка ручку дать слабо перегрузки не будет но будет высокой скорость не выходить ну что попробуем еще раз попробуем в левую сторону я намеренно не кручу долго по той причине что ничего другого уже не будет будет тоже вращение но мы потеряем много высоты мы ее сейчас только набираю видите опять висит планер висит висит не хочет он падать не хочет он нос опускать но я могу чуть-чуть сделать это сейчас горочки такой легкой попытаться заставить его все-таки сорваться ну-ка вот вот пытается пытается я удерживаю ручкой он просто нос опускает вот 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 видите вот а ручка на упоре вот смотрите прямо на упоре стоит но не валится такой хороший планер свалился я просто ручку сунул и все так там параплан на самом деле поэтому надо уходить в другое место сейчас сектор смотрю для никого нет вот здесь впереди никого нету один виток мы скрутим и пойдем отсюда ну потому что здесь красивое озеро и в общем-то весьма сейчас все-таки покинует эксектор не нравится мне количество но пока у нас высота была по 2 базы и было все хорошо сейчас на этой высоте несколько больше этих пропланов и планер да но мы идем туда где их нету вот здесь на этом берегу пусть сделать просто ничего так ну еще разочек вот смотрите сейчас я его еще раз уже свалю влево вот висим 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 и педаль и педаль и педаль вышли в принципе этот аппарат прекрасно выходит и без педали если его не завращало то есть если нет вот этой раскрутки то достаточно просто ручку сунуть и планер клюет и идет но если ты хотя бы подержал четверть петка и появилось вот это вращение то конечно приходится после отдачи ручки от себя еще немножечко и педаль одновременно давать чтобы планер прекратил вращение перешел в кростах пикирования и как только он перешел в пикирование можно ручку брать на себя начинать загибать траекторию чтобы вывести планер в оризонтальный полет что нужно понимать что ручку от себя полностью давать как раз не нужно нужно давать ее в нейтральное положение этого более чем достаточно чтобы вывести планер и дача ручки от себя может там привести к другим последствиям не очень хорошим поэтому нейтрально не нужно вот так когда мы пытались стопорить у нас была ручка вот так вот так поэтому просто мы в нейтраль ее вернули и все и дальше полетели замечательно ну как тебе Даша штопора ну ладно дальше дальше мы это самое попробуем это же упражнение ближе к нашему аэродрому и попробуешь сама без меня я тебе показал как сейчас уже больше на это время не будем добирай ручку добирай кромку так ну вот мы добрали кромочку опускаем нос убираем пен опускаем нос энергичный носик опускаем влево немножко и вот цельсия на вершину горы на 11 часов да 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 это гора называется церковь диньги и соответственно сюда мы сейчас летим если я не ошибаюсь я давно это слышал эти названия и учил даже но мог забыть и некорректно их проговаривать скорость 180 потоки сильные впереди чемодан так что там точно восполним энергию и поэтому можно не жалеть высоту и сжечь ее в топке скорости 180 что да 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 тренер вперед переставляем закрыл я на единичную поставлю 180 планер справа прошел будь сейчас внимательна здесь зона где такой достаточно мощный трафик может быть довольно много планиров встречных то есть все от озера серпансон спарят сюда летать полетать поставить каньон и назад мы выходим на такую линию паркур которая там прыг-прыг-прыг стоп-стоп-стоп здесь максимальный тракет планиров который в этом регионе существует так да у нас сейчас пока друзья ничего особо интересного впереди облако мы сейчас под него придем наберем и когда дальше что-то интересное будет я вам скажу обязательно и покажу собственно мы продолжаем наш маршрут пока не нашли ближайшие там три облака не отработали мы прошли над горой серган и не нашли ничего сейчас впереди такой мощный чемоданчик висит на травнины уже попробуем на него корентироваться если он не отработает то тогда будем смещаться в горы ну и встать там что-то дальше в горы пока мы просто висит на равнину пройти потому что очень длина облака здесь приготовься влево закручивай эти закрыл переставлю ну вот отлично да хорошо молодец там 110 где-то держи сейчас вот может быть не целиком здесь пищащий будет сейчас зацентрирован его но пока вот уже хорошо посмотрели обстановку вокруг заодно друзья видите что так все выглядит с потенциальным переразвитием ногу не даю внутреннюю ага одна птичка какая-то летает ну вы видите не так уж много сколько мы там 100-150 метров сейчас высоты возьмем просто отсюда дальше прыжок в горы идет такой через место где возможно не будет потоков достаточно большой кусочек такой километров на 10 я хочу отсюда уйти с максимальным запасом высоты чтобы все дальше до следующей горы до горы куб чувствовать себя хорошо крайний виток делаем я скажу когда выходить хорошо хорошо продолжаем 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 через 45 градусов выход приготовились убирай крем нос опускай сразу вниз вот и закрылочек единичка где-то 100 наверное на двоечку закрылочек 160-170 вот впереди гора куб мы собственно на нее и идем после горы куб будет гора Шевальбалан белая лошадь сейчас берет поток по 46 метров секунды 4,7 на горе куб да протяни чуть-чуть сейчас да вот таким курсом буквально секунду и закручивают левой педальки да хорошо все у тебя хорошо давай сейчас нос опустится придержи немножко вот вот сейчас все пойдет вот видишь как все хорошо до пяти забросы но среди три было больше но сейчас Даша просто отцентровала я думаю сейчас все увеличится будет все намного лучше три с половиной отлично все мы набираем на горе куб куда мы хотели и прийти над нами на штаб уменьшим тронера на 300 метров выше борти какой-то Даша ручку по крену по крену спокойно да понятно что колбасит и раком ставит но что делать то вот главное ты главное не нервничай ты немножко начинаешь ручкой махать больше чем нужно вот смотри я сейчас заблокирую ручку ничего не буду делать опять мой старый прием у нас правда и подъем кончился сразу до после этого мы сейчас протянем вернемся в поток нас выдуло поток по ветрам вот смотри я сейчас видишь не дергаю ручкой вот сейчас на себя дал чтобы нос поднять вот смотри сейчас я не дергаю вот планер колбасит но при этом я особо ничего не стараюсь скомпенсировать потому что ну все не скомпенсирует ты видишь вот он нужно такие более редкие осознанные движения делать вот ждем мы сейчас входим возвращаемся в поток немножечко по ветру выдавил из него вот сейчас самое ядрышко скорее все будет или я тоже его пролечу ну и вот раз понеслась может ядрышко уже улетело пока мы тут летали потому что вот эти сильные потоки они улетают очень быстро такой мощный пузырь который вращаясь как ядерный гриб спарит куда-то и пытается ну видишь трясет так же облако распадает опоздали мы чуть-чуть ну и можно теперь списать на то что я так ровно держу ручку на том что я ее не набираю ну ладно будем считать что так ну ты поняла да что чуть лучше таких движений у меня нету давай попробуем впереди следующее облако сейчас на него протянем и даже если мы там ничего не возьмем то нам на вот этой высоты которую набрали то горюшим альблан более чем хватает вот это облако впереди растет я все-таки рассчитываю что оно нас тоже чуть подхватит вот закрылась переставлю 150 четко временно чуть пробились против ветра и оп смотрим потому что она молодая и ярко растущая политически здесь может быть более сильный поток а о торшину торшину ну давай им покажу что здесь нет ничего хотя они могут подумать что мы как раз закручиваем где они там параллельно на воду да ну пошли все вместе пропусти вперед я взял ручку подержи скорость 120 пусть или назад болит и потом ты у них на хвосте полетаешь тоже будет прикольно или не сзади нет давай сделаем сбейку я взял сейчас ручку так чтобы ты полетала на хвосте за другими пламерами это крайне полезно делаем круг здесь бы они не подумали что здесь поток круг минуса и сейчас ты третий в группе подстраивайся по центру один от тебя что был справа другой слева давай мы покажем пламера всем вот смотрите мы сейчас гонимся за двумя пламерами сейчас я сброшу скорость а то мы перегоним сейчас вот и удашь упражнение гонка за лидером по центру между ними хочешь третий пристройся слева по центру нормально но они на самом деле друг с другом летят поэтому лучше давай-ка слева пристройся влево чтобы не мешать им вот вот сейчас подворачиваю плавно направо и вот такой гребеночком улетим красивый ооо да да убирай крен вот видишь они не очень быстро летят если ты догоняешь чуть левее теперь а то ты на этого летишь так чуть медленнее значит ты обгонишь вот искусство летать за другим планером это такое прямо искусство искусство чтобы держаться у инструктора на хвосте и не сбить его то есть тут основное что ты во-первых должна видеть инструктора и соответственно желательно быть не как не как они сейчас они сбрасывают скорость дай грудь старайся сбоку от него держаться ты хрюкнуть не успеешь как он уйдет у тебя подпределяешь и ты можешь его потерять они просто сбросили скорость потому что восходящий поток вот 120 видишь они идут медленно вот это и тогда 120 пока летит здесь фокус в чем видишь догоняешь значит тормозишь немножко пламя плюс еще один какой эффект если ты видишь что они вверх пошли то это значит что или ты разгоняешься или они попали в восходящий поток тормозят тормозят сейчас ближе к нему немножечко правее вот они тоже идут потенциальный еще поток что мы сейчас всей стаей и полетим чуть не имея теперь видишь старайся вот так курс выбрать так чтобы не сближаться с ним как по ширине вот этой вот наши гребенки левее он поворачивается убирай крем все очень хорошо вот поток вроде как у нас даже какой-то но они его брать не собираются так я вообще не знаю куда они летят мы сейчас будем направо поворачивать в любом случае давай направо поворачиваем вот я думаю а видишь они тоже направо поворачивают из-за лунка здесь одна по кубу пройтись вот этому вот и дальше на гору Шевальблан Шевальбланчик вот так мы глубоко уважаемые любители планирового спорта летаем по маршруту учимся не только находить обрабатывать потоки но и летать в группе из других планиров не думаю что эти планира рады да и короче чуть-чуть вот так раз видишь опять тебе сейчас тяжело над всеми параметрами думать но видишь он опять скорость бросил ты старайся его не догонять лучше выпусти их подальше сейчас скорости меньше мы же не на соревнованиях сейчас 120 подвесь планер они за это время от нас немножко улетят сейчас носик чуть ниже вот чтобы 120 сохранять и вот как они направо поворачивают такие тысячи чуть-чуть направо давай давай чуть-чуть буквально какие-то вот так хорошо так ну я думаю что пока мы видео прекратим потому что ничего интересного мы сейчас подойдем под облака прямо по курсу которая и я думаю там где-нибудь набор встанем хотя нет интересно гараж вальбланд показать давай наше вальблан поворачивай за ними за ними за ними за ними за ними все же у нас донка за игоре бурам планера повернули наше вальблан 18 сегодня какой-то планер я не вижу что наше вальблане что-то было я вижу что на горках рядом есть что-то поэтому группу этот полосатый купальников надо это покидеть я взял ручку я вижу да Сейчас мы подойдем к ним поближе, чтобы они попали на кадр. Ага, уходит от нас. Он правильно начинает поворачивать. Тут же какой поток еще. Ну вот, в том же месте набрали кромочку. Дарья хорошо акцентрировала поток. Наши друзья, которые полезли в нашу Вальблан, ничего на нем не нашли. Полетели к нам, вон они. И уже на 200 метров, 1 на 200 метров ниже, другая на 120. Все, вот так вот. Все, сейчас нос опускай. Нос опускай, разгоняйся. У нас мы прямо по курсу. Я посмотрел, как облака расположены. Нам не надо правее. На один из часов, скажем,ся. Менее немножко. Мы здесь угол будем по паркуру срезать. С правой стороны карман. Он в тени. Смысла нет. У нас сейчас высоты хватает пройти над горкой, которая вот сейчас прямо по курсу. Чуть еще левее, градусов на 10. Еще, 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 еще. Вот так, да. Там самое черное и жирное кромкого облака, плюс край склона. С большой вероятностью поток там стоит. И мы даже на нем набирать не будем. Мы просто махнем в нем ручкой. И, собственно, дальше мы прямо по курсу у нас отличная скала, свесенная солнцем, цепочки облаков. И все замечательное. Мы идем сейчас по паркуру в сторону озера Серпансон. Нашли мы тут поточек. И, заметьте, мы нашли его не в горах. В смысле, не на самом паркуре, а чуть-чуть сбоку. Потому что на паркур мы приходили чуть ниже. Сейчас протяни по ветру. Чуть-чуть выпало ты из него. Вот таким курсом, как сейчас, да. Вот, и решили немножечко набрать, чтобы на паркур прийти почти получше относительно рельефа. Сейчас закручиваю вправо, закручиваю вправо остаться. Давай-давай-давай-давай, энергичный. Вот так сейчас пойдет дело. Вот так. Хорошо. Вот. И сейчас сохраняю спираль просто. Все. Влетелось. Сейчас, по идее, должна в этом ядре остаться. Чуть добавь крен. Ручку чуть-чуть на себя. Не надо против крена ручку сейчас. Ты слишком сильно даешь против крена, выбрасываешь планер из крана. Вот так замри, не трогай ручку сейчас. Все хорошо. Так. На себя ее немножечко чуть против крена. Не так сильно, как ты это делаешь. А вот на себя надо, да, потому что разгоняешься. Сейчас немножко от себя. Сейчас подожди, планер успокоится. И на себя, чтобы нос не опустился. Придерживай нос, не давай опуститься. Вот. Хорошо. И сейчас наш план. Еще виток буквально. И пойдем на паркур. Высоку недостаточно. Убери пен, протереть сейчас. Вот. И закручивай. Крайний виток делаем. И будем больше с этим потопом водиться. Мне бы все это хватит. Ну, хотя нет. Вроде как ты его отцентрировалась. Вот давай еще выходим. Сейчас ты подскажу тебе курс выхода. Откуда мы выходить будем. А выходить мы будем вот прямо по курсу. Видишь, облако на сковой тень дает. Красиво. Прямо по курсу. Вот туда. Да пошли уже. Все. Нос опускай. Опускай, 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 разгон. Разгоняемся. Все. Прямо по курсу облака следующего. На него. Там будет хороший поток. И дальше по этому хребту до озера дойдем. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители плавного спорта. Еще раз. Я взял ручку. Над нами проплавить вертолет. Блин. Как всем над нами. Я его вижу. Такого у меня еще не было. Сейчас мы его выпустим вперед. И я пристрою чему хвост. О, блин. Какой засранец. Смотрите, вот. Вертолет. Вот такого я еще. Ни разу не делал. Догнать. Догнать. Ой, красота какая. Мы на паркуре. Пока с вертолетом общались. Забыли, что хотели сделать. Хотели набрать. Я сейчас прижимаюсь к склону. И на самом деле сейчас паркур не очень хорошо работает. Потому что ветер северо-западный. И обтекает эту гору сейчас отвратительно. Поэтому я тоже не уверен, что у нас сейчас будет. Хоть какой-то будет динамик. Ну, солнце светит. Чем все не шутит. Все обычно паркур, он по этому паркуру и называется. Что здесь просто топишь вот так вот ручку от себя. И только успеваешь смотреть. Даже сейчас все внимательно смотри вперед. Убить телефон, чтобы с кем-то не поцеловаться. Да, потому что все тут. Не, я, конечно, тоже смотрю. Но у меня вообще-то значительно сложнее видимость. Вот, этот кусочек склонно работает. Да, вижу тот планер. Ну, мы дойдем до начала Крепта. Так вот мы сейчас уже над рельефом, то можно попаркурить. Сейчас на хорошей скорости пройдем. И там в начале этой горки мы берем высоту. И план мой дальше попробовать летать в долину от Встречной. Опускаюсь ниже. Ух! АСК-13 в планер. У меня план попробовать кто? И сюда. И что? Такого же типа. Проходим ниже. Тоже АСК-13. А, у них же сейчас соревнования. Возможно. У них сейчас в это время соревнования. Красавцы. Поднимаемся чуть выше. У меня запас скорости есть. Поэтому я так надолго в чем-то лечу по паркуру. Вот, это можно впитать чуть-чуть энергии здесь. Ух, какой хороший забросик. Можно было бы даже набрать. Но мы не хотим. Мы тут вертолет обгоняем с такой скоростью. Друзья мои. Посмотрите, вам дартушка идет. А за счет того, что мы тут по паркуру спарим, мы ее догоняем. Слушайте, прикольно. Какого я еще... С вертолетом я еще... Что я вижу? Крест? Крест вижу. Ну что, ну крест. Ну что? Эй! Кстати, заметьте, теперь у меня ручка полным хватом. Потому что на такой скорости нагрузки на ручки большие. Естественно, я уже не держу ее с меня пальчиками. Могу, конечно, но у меня уже с меня пальчиками не хватает периодически по усилиям. Поэтому вот здесь как раз вклад полный. И что я говорил, что в случае, когда планерам приходится управлять с усилием, там петь какие-нибудь крутить, кивотам, еще чего-то. То есть тут, конечно, ручка может... Ее удобно держать полным хватом. Ну потому, тем более, что при такой скорости ручка тугая. И, ну... Рука просто не лежит, и все. Я параплан вижу. Сейчас потянусь выше него немножко. Сейчас мы пройдем. Вот, смотрите, и параплан. Впереди летит вертолет, который мы почти догнали. Сейчас мы чуть выше параплана пройдем. Чтобы не нафугать его путной струей. Кто? Новичок? Нет. Мученик? Нет. Так, встречный планер. Прямо по курсу. Сейчас, вот он, смотрите. Оп. И мы дальше по паркуру идем. Я думаю, что мы даже не будем здесь останавливаться в набор. Сразу пойдем на следующую гору. Называется Анамаргон. Вот это гора Дорбьюз. Вот мы по ней спарим. Я думаю, что не нужно нам здесь набирать. Нам вполне хватает энергии. Доскатить до... Вот у нас какая-то там кофеяня. Даже столики есть какие-то. Народу нет? Закрыты, наверное, кофеяня. Ну что? О, давай заснимем. Какой красивый СК-13. Ёб, студы. Какой красавчик. Рассветка просто божественная. Надо запомнить. Вот такую рассветку я хочу у планера. Это не радуга? Что это там? Огонь. Планер, посмотрите. Планер огонь. Ай, красавчик. Ой-ой-ой. Очень мне нравится. Давайте мы его так сбоку обойдем. О, это СК-13 планер. У них точно соревнования. Потому что, чтобы столько СК-13 летало, делай фотографию, дашь. Опять параплана. Вот что ты будешь делать? Вот посмотрите. Вот ты самый, да. Я хочу просто немножечко отойти от СК-13, чтобы его немножечко фотографировать. Да, вот здесь сейчас мы в потоке развернемся. Вот здесь хорошо набирает какой-то планировок. Брышки мы можем здесь тоже набрать. Хочем пару веточков сделать. Оп. Набрав ту скорость, подстраиваемся. И сейчас, по идее, сюда СК-13 полетит. Он же тоже хочет набрать. И параплан может быть. Это легко. Вот, СК-13 на подходе. Сейчас по касательной ходит. Молодец. Красавчик. Сейчас он к нам подстроится. И я даже буду не удивлен, вообще ни капельки, если он нам надерет квотши в этом потоке. Мы его вообще бросим. А? Но он не стал останавливаться. Может быть, и направ, потому что не в чем останавливаться. Давайте еще раз вот сбоку теперь. АСК-13. Посмотрим. Видите, какой смелый. Без набора. Как мы. Прям как мы. Давайте вот с такого. О, красавчик. Красавчик так сбоку. Нет никого, нету. Давай для фотографии, поехали. Вот он. Сейчас мы его фотографируем. Ну и вам сейчас вы его увидите, потому что я вираж буду делать. Вот такой. Сейчас он и ненужный. Ой, ну сила, яй, яй, какой позор. Будут снуяться все клумера. Видя наш позор. Но мы, как это, у нас есть оправдание. Фото-офото. Так, все, пора уходить отсюда. Мы сейчас пройдем через вот этот поток, который здесь был. Который уверенно долбит планер. И действительно достаточно высоко поднялся. Ну, мы сейчас смотрим. Еще тринадцатый. Который уверенно. Быстро выскакиваем и толкаем планер. Продолжение следует. Продолжение следует.